Всем приветик, ребята! С вами Натали. Сегодня я снимаю снова долгожданное видео. Это реакции на клипы. Но я решила снять не на клипы подписчиков, а на клипы видеоблогеров. Вот, поэтому сегодня я специально поискала русских видеоблогеров, которые снимают тоже в мюзикле. Сразу говорю, что я это буду делать не с точки зрения профессионала, потому что я совсем, вот просто далеко не профессионал. Я это буду делать просто с точки зрения, какие у меня это развивает эмоции. Поэтому, если вам этот ролик понравится, то поддержите его лайком. Кстати, вот это мой аккаунт, подписывайтесь на него. Очень буду рада всем новым, пришедшим подписчикам. У меня сейчас 27 подписок, это я специально отобрала блогеров. Так, заходим. Кто же у нас будет первый? Первый у нас будет, так-так-так, Герман. Это парень Морисен. Морисен не смотрела я уже давным-давно, Германа я не смотрю подавно, но давайте посмотрим, что он снимает. Да, погнали. Мне сразу напомнил это Майкл Джексона. Движения очень похожие и проработанные. Это очень круто. И то, что не с руки снято, а в полный рост, это здорово. Потому что, например, я стесняюсь, если дать Валере камеру, несмотря на то, что мы очень давно вместе. Но я безумно стесняюсь, если Валера вот так-то будет меня со стороны снимать, а я буду танцевать. Учитывая, что эти движения нужно еще делать медленно для того, чтобы попасть в музыку. Не знаю, мне кажется, мне пока что не дано так расслабиться и вот снять подобный клип. Но у Германа круто вышло. Итак, клипчик Милены Чижовой. Я почему-то вспомнила сразу про Мариану Ро. Я, конечно, не знаю, что это за песня такая. Там написано снизу. Это что-то, судя по всему, ее. Это ее песня. Ну, качество, конечно, такое. Не очень. Но я думаю, что это задумка. Кстати, она здесь еще и с адресом от Эвой. Давай, ну-ка. Это клевая песня. Обожаю музыквери. Ну что, веселые, ребятки. Вот этот клип мне нравится определенно. Я вообще, кстати, смотрю иногда влоги Милены Чижовой и отношусь к ней довольно спокойно. Я знаю, что у нее много хейтеров, но я к Милене равнодушна. Так, давайте дальше посмотрим клип Полины Грент. Я, кстати, Полину вообще совсем недавно узнала. То есть, вот этот клип. Такая тусовка. Не, знаете что? По-моему, очень позитивно, круто. Если она сняла это именно через мюзикли, то это очень здорово. Потому что вот первая мысль была, как будто это просто снято со стороны. На редакторе подставлена музыка и уже загружена в мюзикли. Я знаю, что очень многие так делают. Погнали дальше. Кто там у нас? О, Влад Бумага я нашла. И так, Влад, я тоже не смотрю его. Канал, но тут я его нашла, поэтому давайте. Очень известная песня. А, тут я, да? Да. Ну, кстати, довольно неплохо. Мне нравится. Хоть я не слежу за Владом, но вот клипчик ничего такой. Кристиан Костов или Костов, да? Правильно. Он, кстати, симпатичный очень мальчик. Я тоже его узнала только летом. На премиум СТВ, когда он был, значит, так. Это он исполняет свою же песню. Да? Мне очень нравится его стиль, как он одевает. Что я могу сказать? Мне просто нравится его стиль. Мне нравятся его волосы, одежда. То, как он вообще себя подает, ведет. Поэтому, блин, тяжело оценивать клип, но голос у него здоровский. Это однозначно. Это его песня ведь, да? Мне определенно очень нравится. Так, я нашла также Никиту Морозова. Тут немножечко контент 18+, песня с матом. Но, блин, признайтесь, что каждый третий из вас слушает матные песенки. Меня это немножечко, знаете, разочаровывает порой. Но сейчас такой мир, ничего с этим не поделаешь. Все, хорошо, ты еще. Я не знала, что там идет такой текст. Простите, простите, извините. Как бы, ну... Нет. Нет. Нет! Я не люблю русские матные песни. Так, кто у меня здесь еще есть из русских? Элли Ди я нашла. Давайте посмотрим ее. Пока что это самый милый клип, потому что здесь животные. Я обожаю животных. Тем более собачка еще и купается, еще и солнышко. И песня не русская. Ура! В общем, это определенно мне нравится. И давайте Настю Герц. Да, потому что... Ну, Настя, что у нее вышло последнее? Я, по-моему, уже все у Насти видела, но все равно. Ох, еще одна подруга выходит замуж. Да вообще все уже вы сюда устроили меня. Ну ничего, зато я себе хорошую карьеру устрою. И вообще тому, кто ждет, всегда достается замуж. Насте круто выходит снимать юмор, как ни крути, потому что она сама такая юморная, движушная девчонка. Вот, Настю очень люблю. Не могу сказать ничего абсолютно плохого, но юмор ей действительно идет снимать. Наверное, даже больше, чем музыка. Да. Я юмор ни разу не снимала, и я даже боюсь пробовать это делать, потому что мне кажется, что у меня это не выйдет. Как думаете, попробовать мне или нет? Напишите в комментарии обязательно. Ну и последний блогер у нас будет, это Марьяна Ро. Мне реально нравится. Знаете, у меня такое все-таки ощущение, что Марьяна монтировала это не через мюзикли. Я не знаю, мне так вот кажется. Напишите, как вы считаете. Просто там такие переходики прикольные, как будто это сделано не в приложении. Это сделано где-то вот, ну где-то сделано, и в приложении уже только загружено. Но мне очень нравится. У Марьяны сочненькие такие веселые клипы. Она вообще позитивная девчонка. Самые лучшие клипы за сегодня это у Эли Ди с собачкой. У Насте Герц с Юью Марком. И пляски Марьяны Ро. Да. Пишите в комментарии, кого из русских видеоблогеров мюзикли смотрите вы. Не забывайте подписываться на меня. Я буду с вами прощаться. Ждите следующих выпусков. Увидимся уже очень скоро. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok